Всем привет, меня зовут Саня, добро пожаловать на Дикие Земли и у нас смотрите, что тут вата выросла. Ну не прям вата, всего лишь пока что еще хлопок, но это будущая вата, будущие всякие там одежды и тому подобное. Вот твоя рубашка, наверное. Может быть, если ты носишь хлопчатобумажные всякие изделия, то вот это вот оно. И что мы делаем? Что мы делаем? У нас нет комбайнов для уборки хлопка, поэтому мы сейчас берем свои вот это ягодицы в руки и... Прямиком, извините за мой французский, и прямиком в магазин дуем за какими-то хлопкоуборочными комбайнами. У нас вариантов не сильно-то много, у нас вариантов один всего лишь, поэтому встречайте, скоро буду я тут с этим... А, не, подожди, подожди, еще не время, еще не время. У нас, во-первых, вот тут траву нужно убрать на этом маленьком поле, во-вторых, 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 подожди, трава это ладно. О, кстати, а, да. Так, а во-вторых... А-а-а... А во-вторых, короче, нам нужно поменять сейлку, потому что у нас поля теперь растут. А... А все остальное не растет. Ну, и я думаю, что заодно мы и сажалку поменяем. Или купим две просто сажалки. Блин, а сейлка 8,7 метра нам пока что хватит. Не, просто если... Нет, но я думаю, что не хватит. Так что мы берем. Ага, что мы берем? А где вообще наша сейлка, вопрос? Сейлка... Хм... А я не помню, если честно, где сейлку я бросил. А кто помнит, где сейлка вообще? Никто не помнит, походу. Поэтому я не знаю, как мы будем... А-а-а, все, я вспомнил. Сейлка лежит там. Вот там, вот там. Так что берем сейчас сейлку. Там всего лишь полторы тысячи какого-то этого. 80... Ну, 87 метров, кстати, это не так уж и мало. Может, пока что оставить тогда эту сейлку? Как думаешь? Я вот что-то пока не знаю. Может, таких две купить? А нам тогда нужен этот побольше что-нибудь. Какой-нибудь этот трактор. Потому что нам, получается, поле-то засевать надо большое. Это раз. Значит, нам нужен будет заправщик. Раз такое пошло, чтобы не ездить каждый день домой. Ну, не каждый день, а в смысле каждый раз. Вот сюда что-то сеять нужно. Я думаю, что какие-нибудь боевые сосы в самый раз будут, да? Или что мы можем сеять? Ну, мы можем чисто теоретически травы насеять. Ну, это будет слишком. Ну, это... Так, что нам нужно? Ну, пше... 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 Канола. Канола, кстати, очень неплохой вариант. Очень неплохой вариант. Но я же говорю, что нам придется... Так, ну смотри. У нас вариантов несколько. Значит... Берем сейчас какую-нибудь машину. На машине будет удобнее, быстрее и веселее. И... Дуем в магазин за хлопкоуборочной техникой. Это раз. Во-вторых... А-а-а... Хлопкоуборочная техника, говоришь. Йоханы бабай. Да-а-а... А в чем это все возить? А куда это все ссыпать? А как это... Очень много вопросов, ребятки. А было бы неплохо это перерабатывать во что-нибудь? Ну ладно, мы сейчас посмотрим, можно ли на этом заработать. И я на Шкоде поеду тогда. Поеду на Шкоде. И посмотрю, какие там есть сейлки. И что там интересного есть. А-а-а... Закупим сразу комбайны, и я вернусь. Сейчас буду. И еще раз здрасте. Доброе утро. В общем, провозился я весь вечер. Уже темнело, поэтому не хотел уже никого ничего отвлекать. И вот наступило утро, поэтому мы тут как бы шевелимся. Ну что? Представляю вашему вниманию. Совместный проект. Компании МТЗ и Джон Дир. МТЗ. Вот такой вот Каюм. Или... Короче, там три каких-то. Гом Сельмаш. МТЗ и Джон Дир. Совместный проект. Поэтому разработки какие-то. Джон Дир, какие сборка. Гом Сельмаш. Именно там. А производство именно трактора. И вот этого вот агрегата. Короче. МТЗ. Ну что? И мы покрасили все это в Джон Дир. Потому что там, короче, Джон Дир, да, участвовал в разработке этого всего. Вот. Поэтому мы приступаем к... Вот это мы вот всему приступаем. Ну что? Один. Один трактор мы запускаем. С работничком. Так, с работничек. Все. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Отлично пошел. Второй. Мы как бы сами поедем. Посмотрим, как это вообще выглядит. Вот. А машинку оставляем тут. Для того, чтобы она за нами тут все это убирала. Но! Нам же нужно, получается, куда-то все это вывозить. Сейчас посмотрим, где дороже всего принимают хлопок. Так, хлопок. Хлопок у нас самая дорогая цена. Ага, на селлпойнте по 2.300. На предельне по 2.100. В принципе, не намного дешевле. Но, соответственно, раз уже как бы чуть-чуть дороже, значит, будем смотреть, что у нас тут. Итак. Так, так, так. Работничку говорим, что это у нас... Это у нас, по-моему... Поле... Поле... Поле 1. И вот так вот. Вот. Хорошо. Все. Работничек будет готов забирать. Вот, отлично. Ну и я тоже сажусь в этот чудо-агрегат где-то с середины. И начинаем работать. Поехали. Посмотрим, что это за шайтан-машина. Как она работает. И как это вообще выглядит. Ред. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вроде бы даже мы закончили Представляешь, что Сейчас вот там доедет Но, честно говоря Прям совсем чуть-чуть Очень немного Этого всего дела Вылупилось у нас Смотри, вот у меня сколько? 7200, ну 7300 Так, подъезжать надо Максимально аккуратно вплотную Чтобы не просыпать Не знаю, машина въедет Въедет, влезет Вроде должно влезть Ну, в целом Если все это Как бы Доверить работникам То немного Странно это все работает А все хорошо Жужжишь тут, тарахтишь Немножко странно Они себя ведут Не понимают Половины, чего Не хотят Но, в целом Как бы пофиг Нормально В итоге у нас Что вышло? Смотрим Так А, слышь ты А что это Мы тут не убрали До конца Ты что Драгоценные Пушистики Это вам не это Алло Зарплата Из зарплаты Вычту В целом Техника Неплохая Единственное Что у нее Очень Небольшой захват Всего лишь Два куста Два ряда В смысле Поэтому Ну, да Довольно долго Это все происходит Но Почему бы и нет Это лучше Чем ничего Стопудово Но единственное Что вот мы так Неплохо потратились Скажем так На технику На все остальное А сейчас Продадим это И я подозреваю Что сам хлопок Продавать Не выгодно Просто С куста Да Выгодно будет Делать какие-то Наверное Ткани Или еще что-то Поэтому Ну Это так всегда Было Но ничего Сейчас мы проверим Сейчас мы как раз В машину Это все загрузим И я так подозреваю Что если заниматься Хлопком То хлопком Надо Тут полстраны Засевать сразу Чтобы это было Интересно И так Все это Влезет в одну Машину Отлично Все это Влезло В одну Машину И сейчас Посмотрим Сколько в этой Машине Находится Этого Всего Барахла Глушимся Пока Все Пап Техника Пусть пока Отдыхает А мы На зелочке Сейчас Поедем Итого У нас 30 тысяч Литров Закрываем Чтоб ветром Не раздуло 30 тысяч Литров Едем Смотрим Но скорее Всего Не отобьется Даже Даже Что Даже Покупка Того же Зила Не отобьется Потому что Зил Только с прицепом Стоил Около 50 тысяч Или больше Не помню В общем Едем Продаем Сейчас я вернусь И расскажу Сколько я заработал И Будем Что то решать Тогда с этим Полем Ну что Мчусь я домой Заработали мы 73 тысячи В принципе С такого Маленького Поля Это довольно Неплохо Довольно Неплохо Хочу я сказать И Где бы Тут Это все Поставить Где бы Нам Это все Разместить В принципе Если Засеять Большое Поле Хлопком Ну правда Мы устанем Это все Убирать Но на Будущее А если Еще Произвести Из этого Хлопка Например Ту же Ткань Да И продавать Но Соответственно Чтобы Произвести Ткань И там И все остальное Нужны мощности Нужны Конвейеры И все остальное Работники Это уже Совсем Другая песня Но в целом В целом 72 тысячи За Вот так Вот так Вот Ну в принципе Я Я что-то думал Будет хуже Если честно 70 тысяч Нормально Нормально В принципе Теперь техника Уже Будет Окупаться И мы Видим Что с этого Поля 70 тысяч Получается Не так уж Чтобы много Но В целом В принципе Неплохо Очень неплохо Мне нравится Вот Что скажешь Напиши Подскажи Вот какое Твое мнение Есть смысл Заниматься хлопками Или нет А Что скажешь В целом Технику Уже видишь Покупать Не надо Не надо Ну то есть Уже Какое-то Время Понятно Что это Не самая Производительная Техника Но Тем не менее 70 тысяч Нам удалось Заработать Удалось И я подозреваю Что нам нужно Как минимум Еще одну Такую селку Приобрести Да Как думаешь Вот та Которая Сейчас мы ее Наверное Отправляем Будем это поле Засевать А вот это А вот это Кстати К сожалению Хлопок не растет 8 раз К сожалению Хлопок растет 1 раз Поэтому Сейчас нужно будет Перекультивировать И Наверное Наверное Это же поле Опять хлопками Засеем Как думаешь Ну а чего Техника Будет стоять Правильно Так Хорошо Тогда у нас Получается Подожди Сколько требует У нас Вот эта Сеялка Давай посмотрим Сеялка У нас Кстати По поводу Комбайнов Ну ладно Комбайны Пусть пока будут Подожди А где Сеялка Вообще Сеялка Требует 150 Коней Блин 150 Коней А в этом 120 А ты Потащишь Вообще Потащишь А что Нам Надо Да Надо Что то надо Кому то что то надо Надо будет Кстати узнать По поводу Производства И Хлопчато Вот это Бумажной ткани Посмотреть Может это Действительно Интересно Выгодно И Мы в это Пойдем А что мы еще Хотели А мы Хотели Придумать Что то С алкогольной Продукцией Да Алкогольная Продукция Это довольно Неплохо Так что Ну давай В принципе Слышишь Давай наверное Ханамага сюда Запряжем У него все таки На 20 лошадей Больше И надо будет В ближайшее время Что то думать С тракторами Эти трактора Уже потихонечку Начинают Как бы Устаревать Не то чтобы Устаревать Просто Мощности Маловато Так то Эти ребята Как бы свое Прям Отработали На все 100% Прям на все 100 Вот так вот Получше По моему Будет Нет Эти ребята Отработали Как полагается Уже скрипит Вон там Потертое седло Ха-ха-ха Так Хорошо Заводим Тогда Ханамага Тут чуть-чуть Побольше Лошадей Берем еще Знаешь что Наверное берем А ну Можно было Отправить Да Ну ладно В целом В целом Да А так Нам еще Убирать Да А у нас Еще травы Немерено Трава Нам тоже Кстати Дает Не очень Неплохую Прибыль В плане Силоса Продаем На ферме Силос Нормально Себя Чувствуем И я не знаю Есть ли смысл Вообще Связываться С животными Может просто Мы Травуси Наш Вот это Вот все Будем продавать И не париться Я вот Честно говоря Пока не знаю Так Ну а тут Я думаю На новом Давай канолу Посеем Почему бы И нет Вот Лизу Отправим Все Лиза Молодец Так Отлично Поехали Поехали Поле Теперь Конечно же Совсем Не маленькое Это Надо Учесть Так что Забираем Сейчас Каюмчики Эти Так А ну Ка Забираем Каюмчики Завезем Завезем Их Наверное В большой Гараж Поехали Поехали Ну и Наверное Прыгнем Будем Убирать Потихонечку Да Кстати А если Слышишь А если Перекрасить Этот Прицеп Сейчас я Подумал Синенький Хе-хей Синенький Прицеп Перекрасить Немножко Так Ну и Нам Помыться Бы Так А если Тут Поставим А ну Подожди Этот Трактор Нам Нужно Все Таки Отправить На Работу Наверное А Кстати Да Я Этот Сейчас Мы Наверное Отправим На Работку Вот Сюда Пусть Он Потихонечку Делает Своё Дело Нам Особо Спешить Некуда Тихо Все Так Вадик Вадик Давай Вадик Не то Что Федор Вадик Вообще Топовый Пацан Нормально Соображает С Лизой Вот Новые Работники Приехали Сразу Видно Ребята Шарящие Нормально Все Никаких Вопросов У них Не возникает Делают Своё Дело Ну А шо Федя Федя Как бы Федя Он и в Африке Федя Федя у нас Работает На курятнике И потихонечку На мельнице Работает Поэтому Нормально Так Ну Каюмчики Мы наверное Сюда Поставим Да Потихонечку Они тут Будут жить Все Живите Тут Сейчас Мы их Быстренько Сполоснем Вот Конечно По хорошему Таких бы Штучки Три Четыре Если мы Например Будем Делать Что-то С большим Полем И будем Продолжать Работать В этом Направлении В направлении Хлопка То конечно Было бы Неплохо Еще парочку Таких Прикупить Чтобы мы Если их На большое Поле Запустили И все И ни о чем Не паримся Правильно Правильно Но это Потом Будет У нас Получается Сейчас Грубо говоря Отбился Только Зил С этого Поля Ну и Потихонечку Будет Я думаю Отбиваться Все остальное Со временем Потом Может На какую-то Более Интересную Технику Выйдем Посмотрим Как это Все Будет Вообще Выглядеть Так Ну что-то Что-то Не отмывается Прикисла Грязь А вроде Недолго Работали Сверху Полить Нормально Хорошо Ладно Тут у нас Будут жить Эти каюмчики Пускай Пускай Живут Так Ну мы Тогда Что Берем А Ну у нас Заправлять Нужно Будет Сеял В ближайшее Время Ох Звук Какой У них Холанда Да Нам бы Нюхоланда Еще Поменять Конечно Ж Совсем Он Старенький Бедняга Уже Пока Особо У нас Нет Выбора К сожалению Что ж Поделаешь И вот Я еще Знаешь Что Хочу Определиться С машинами Знаешь Как Определиться Хочу Какую-то Одну Марку Выбрать Модель Хорошую Так Починим Сразу А Так У нас Этот Комбайн В Аренде Слышишь Он У нас В Аренде А у Нас Капает Так Аренда Понимаешь Вот Это Серьезная Штука Так Основной Цвет У 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 Зелё Этого Да Давай Какой-нибудь Вот Такой Потом Цвет Обода Типа Рыженький Жёлтенького Даже Нет Если Честно Такой Вот И Вот Этот Вот Такой же Ой Нет Не Такой А Какой Я Выбирал Вот Такой Какой Более Похож На Джундира Вот Этот Да Это Какой Это Вот Этот Что Ли Да Вот Этот А Вот А А А Вот А А Вот А Вот Вот А Бада 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 Вот Абада Не Покрасишь Ни в Какой Оранжевый Если Только Да Ни Жёлтого Под Нью Холланд Ни Никакого Нет Синие Такие Ну Ладно Ничего Страшного Я Думаю Такой Зелёненький Тоже Пойдёт Да Нью Холланд У нас Получается В Этом В Аренде Он Услышь Почти Попал Почти Попал В Джундир Прикольно Ну Что Ребятки Погнали Погнали Сейчас Траву Немножко Уберём Пусть Там Ребята Сеют Поливают Вот это Всё Делают Свои Дела А мы Сейчас Траву Соберём Закинем И пойдём Там По-любому Придётся Ещё Заправлять Сеялку Скоро Совсем Так Что Если Что У нас Хватит Работ Погнали Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Отлично Убрали Так Получилось Три прицепчика Пришлось Тут По сусекам Поскрепсти Чтобы Это Всё Дела Добить Но Ничего Страшного Сусеки Сусеки Были Согласны Вот Поэтому Побегали Побегали Тут Вокруг Полей Вокруг Садов И Огородов И нормально все Три прицепчики, это у нас получается По 44 тысячи Это у нас 120 тысяч Там туда-сюда, то есть вот Третья десятая Отлично Шикарно, хорошо Дальше какие у нас телодвижения Дальше у нас телодвижения Такие, что нужно пойти, поехать, посмотреть Пойти, поехать Ну короче, вы поняли, да И пойти, и поехать нужно Сейчас мы это все паркуем Тихо Тихо Надо максимально аккуратно, а то тут У нас сложности Небольшие, ну как небольшие, большие При блокировке тележки У нас получается Крепление на комбайне высоко А крепление на Это На прицепе низко И оно типа торчит вверх Дышло Да А у нас оказывается Этот комбайн в аренде А я и не знал Что любовь может быть жестокой Вот Поэтому надо или выручать его из аренды Этот Нью Холланд Или как-то что-то куда-то Даже если честно не знаю Прицепчик кстати Может прицепчик какой-нибудь новый Посмотрим Может и этот пока что ставим Единственное что Как бы да Оу Кстати Ну ладно Это я потом гляну Так Ну что ж Моем это все Аккуратненько А то Как бы Тут свое надо мыть Не то что чужое Чужое надо мыть вдвойне Хотя оно конечно уже уставшее Но Уставшее это не значит Что надо Это все дело забить на него Зато диски уныш новые Отлично Шикарно Так Ну что Ох ты Как теперь лыса тут Смотрим что у нас Работнички делают Что у нас делают работнички Один работничек у нас Продолжает культивировать В полный рост А второй работничек у нас продолжает Ну в принципе Довольно неплохо получается А где он Там за бугром где-то Так Хорошо Тут у нас что получается Тут у нас получается Такая штука Что Уже Вадику осталось чуть-чуть Совсем да Ну да Немного осталось А Лиза где-то Где-то пропала Так смотрим у нас что Смотрим по карте Что у нас тут происходит Ага Что у нас по поводу удобрений По поводу удобрений Какая-то непонятная Засада Неясная мне Ну ладно Нам сейчас главное Что Нам главное Посмотреть что там у нас По Этим всем Штукам По наполнению Ладно Ничего страшного Мы сверху удобрим Да Нам еще Обработать Нужно будет Гербицидами Вот И было бы неплохо Конечно Прикупить еще вторую Такую селку В две селки Уже бы закончили Я думаю Что мы так и поступим Конечно Но было бы Очень желательно Селку Такую еще Не такую А какую-нибудь Которая Не требует Культивации Это было бы Круто Конечно Ну ладно Ничего Техника у нас есть Культиваторы есть Та которая Не требует И дорогая И подожди Я посмотрю А ну в принципе Нормально Канулы у нас Хватает Вообще Расход маленький Это понятно Ну а удобрение Если что Подсыпем немножко Ну что ж Ребятки А на этом все Будем прощаться Вот такая Вот у нас Получилась История Сегодня Вот Если понравилось Поддержите пальцем Вверх Комментарий Содержательный Минимум Из пяти слов И Что еще Я все время забываю Что еще А если не подписался Не подписалась Обязательно подпишись Чтобы не простить Ничего новенького И жмакай на колокольчик Ну и переходи По ссылкам в описании На второй канал На котором проходим Всякие разные игры Не связанные С тематикой фермерства И в дискорд Нам заскакивает Все Всем всего хорошо До новых встреч Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok